Вкусного, сытного, плотного, не знаю, подберите ещё парочку аббревиатур для определения того, кто может появиться. И это появляется легендарный землетряс от команды Винкс Гейминг. Отлично, Earthshaker. Замечательный персонаж, давненько я не видел его. Сейчас будем шейк-шейк-шейк, пати-мейкер. Шейкер-шейкер, пати-мейкер. Отличный выбор на самом деле, это по-хорошему. Осталось 10 секунд. Ну и ждём ответный пик от команды LG Gaming. Сейчас, скорее всего, будут забирать себе ещё одного саппорта. Я так предполагаю, что, скорее всего, Сэн Кинг отправится стоять оффлейн с большой долей вероятности. И что же это будет? Лина Мид, туск, саппортящий и роумящий герой. Ещё одного хорошего саппорта взять какого-то себе. Я не знаю, может быть, а ведь доктора какого-нибудь. Не знаю, ребят, даже. Кто-нибудь подскажите, что ещё можно взять. Не хватает мне, конечно, второго шокастера, аналитика профессионального какой-нибудь, который мне бы подсказал, что может появиться. Но со своей башней могу только говорить такие вещи, что, может быть, ведь доктор, кто ещё неплохо заходит под такие вот пики. Хочется, на самом деле, ещё и подсэва какого-то дополнительного. Но пока не ясно, опять же, что себе будет забирать LGD на корпозицию. Ну, в плане, кто будет всё-таки майнкерри выступать. Возможно, сейчас даже мы узнаем после того, как пикнется какой-то. Нет, всё-таки решает начать вот так. Тролля себе забирают LGD. Вот. И чем ответит Wings Gaming? Им, опять же, у них руки развязаны в плане пика банов. Сейчас они могут забрать себе мидера, который себе будет... Я не знаю, может, снайпер какого-то взять. Почему бы и нет. Вот есть шейкер, который будет вырываться. Там шрапнель сверху пошла. Просто всех расстреливаешь. Да и в миде против Лины можно поставить. Хотя у Лины не самая близкая отличка. То есть у неё тоже приличный радиус атаки. Ну, посмотрим, на самом деле, что сейчас заберут. Под шейкера, под никса, под кристалку можно огромное количество героев взять. Ну, и опять же, на чём будет себя более-менее чувствовать сейчас в миде Товарищ Блинг, конечно же. Лон Друид, кстати. О, слушайте, действительно, подзабыли про этого героя в последнее время. Перестали пикать, перестали брать, перестали банить этого героя. Вообще выпал как-то он внезапно. Но тут снова появляется в пуле. Для команды Винкс это медовый, я так предполагаю, Лон Друид. Отличный выбор. И банится Тинкер. А, возможно, команда LGD предполагает, что Тинкер мог бы появиться ещё в мид, а Лон Друиды могли отправить в лёгкую. Но, скорее всего, всё-таки это будет Блинг, наверное, на этом персонаже в миде стоять. И сейчас себе Винкс заберут ещё одного корпозицию какую-то, кореирующую. Ну, и последний бан остался против команды LGD. Последний бан, он самый трудный, говорят. Наверное, нет. Я думаю, есть уже какой-то план у Винкс Гейминг, безусловно. Но избавляются от МИПа. Вот так вот. Ну, в теории, да. В теории мог бы появиться, безусловно, как последняя крайняя мера в данном противостоянии. Окей, ладно, МИПа забрали. Всё-таки предполагают, что не Лина в мид отправится. Хотя, я думаю, что это Медовая Лина, скорее всего. Осталось 10 секунд. Дэс Профит появляется у команды Винкс Гейминг. Это, знаете, такой уже неплохой подпуш в купе с Лон Друидом. Будет неплохо смотреться. Товара будут падать быстро. И драться, опять же, под экзорцизмом крайне неприятно. Как ни крути, плюс тут ещё много дизейблов неприятных. Осталось 10 секунд. Да. Будет сложно команде LGD. Ну и что, последний пик. Последний пик для команды LGD. Что у них появится? И это Варлок. Вот так вот. Ну, не знаю, Варлока можно было забрать чуть поранее, на самом деле. Ну да ладно. Пики сделаны, пиков больше нет, как говорится. Что ж, пока игроки разбирают героев, я ещё раз напомню всем, кто только что присоединился к нашей замечательной трансляции, что мы наблюдаем за Дота 2 Professional League Season 3, противостояние Винкс Гейминг против команды LGD в формате Best of 2. Счёт 1-0 за команды Винкс, и мы врываемся на вторую карту данного противостояния. Ну что ж, полетели, как говорится. Наверное, представлять команду вам смысла больше нет. Вы и так все прекрасно знаете, парни. Сейчас по факту, когда по лаймам разойдутся, уже пройдёмся. Сейчас самое важное посмотреть варды и куда поставят. Так, Тусик пока что поставил один Сентряк. Побежал у нас MJY. Тут навстречу ему идет Y. Привет. Вот он таунт, ЦМочки. Так, здесь у нас также бегает Айсайз. Айсайз пока что с Сентряком. Видит его прекрасно Амэ. Амэ в этот раз всё-таки пойдёт на... Ну, видел прекрасно Амэ, клава отмели Сентряк. Так что, скорее всего, его сейчас снимут. Если что. Так. А, всё-таки, да, всё-таки Шадо будет играть нас на Лондроиде. Это фармящий Лондроид. И в мид отправится у нас Death Prophet. Всё понятно. Блинк будет играть на этом замечательном персонаже. Видимо, всё так и будет. Что ж, пока что я не вижу, кстати. Вот только один опс увидел. Вот команды, конечно же, Винкс в мид. Кстати, такой хитрый вард. Не каждый его снимет, если что. Ну и также воткнули свой. Парни из команды LGD сейчас. Так, Сентряк всё ещё на тупе стоит. На него, кстати, уже помигали. В эту сторону. Будет умигать сам Old Eleven. Ну и начинается игра. Ну что ж, давайте представим вам команды. Сразу же начнём мы по традиции со стороны Radiant. Это команда LGD. Замена. Old Eleven будет играть в оффлэне на Сент-Кинге. Саппортящий Варлок в исполнении Яо. Формящий тролль Варлорд в исполнении, конечно же, Амы. В миде будет всё-таки ставить Рейн. Какой Рейн? Конечно же, Мэби. На линии. На линии Инверс. Простите меня, если быть точным. И MJ будет играть нас, конечно же, на Тускаре. На роумящем саппорте. Ну и команда Wings. Ice Ice будет играть на Earth Shaker. Он же супер-мега-землетряс. В миде будет Blink играть на Death Prophet. В оффлэне будет ставить Fate Beyond на Никс Ассини. Формящий Shadow на Лондруиде. И спортящий у нас Y на CM. Кстати, здесь уже MJ больно. Нужно отсюда убегать. У нас Туску. Он успеет, по идее, добраться до Шрайна. Не знаю, нет смысла, наверное, за ним бежать туда. Ну, развести как вариант можно. Что ты делаешь? MJ! Да ладно! Ай, господи! 16 хп выживает! Было опасно, опасно. В итоге не стал тратить Шрайн. Правильно, наверное, сделал. Лишний раз оставил своему оффлэнеру, если что, чтобы тот сместился, отхилялся. Но в итоге... Да, тратит время. У нас сейчас MJ возвращается на базу, регенится на ноге. Тут у нас подцепили Alt11. Да, больноватый ему будет. Опять же, это до поры до времени. А мы понимаем, что потом появятся корни. И с корнями будет еще в тройне больней. Пока что СК будет страдать, конечно же. Ну и в миде, кстати, себе... Там, в принципе, ровное противостояние. 8 на 8 у обоих игроков. От обеих команд. Так что здесь все довольно-таки ровно. В свою очередь, Фейт Бьяна тоже неплохо, кстати, напрягают здесь. Закидывают его бандами. Есть у него, конечно, Пурман Шилд. Купил себе уже реген. Сейчас еще Лайн запушится в ее сторону. Немножко. Получает экспу. Сейчас еще скрипов здесь заберет. Здесь у нас, я смотрю, фиссурина какая-то немножко невнятная. Ну да ладно. Здесь уже три плат команды Винкс. И, кстати, с землетрясом-то можно и подраться бы. Неплохо. Нужно быть аккуратнее на Солте Левуна. У него есть, конечно, Бороу Страйк. Вкачал уже в единичку Костик в финале. Костик. Каустик. Костик. Конечно же. На самом деле, забавное было бы название. Так. Выхна Лотте Левуна. Тут рядышком есть МДЖ. МДЖ, если что, подсейвит Сноубол. Но не подсейвит. Хотя Бороу Страйк. Сноубол пока что живет МДЖ. Тотем. Ну и, похоже, себя продает Туск. Это хрестблат для команды Винкс. Как-то так, да. Спас у Флейнера, но продал себя за это. И команда Винкс открывает счет. В этой встрече. Второй карте. Моментально перетягивается на бот у нас Туск. У нас Яо пока что тачкуется на пару с Фейтбьяном. Но Фейтбьян выигрывает, на самом деле-то. Но вот закинул, похоже, Фейтбьян. Откинулся он назад Импейлом. Есть у него Манеберн. Нет Карапасов. И это килл для команды ЛЖД. Причем забирает себе Туск. Туск реабилитировался вроде бы. Что там в Варлоку летит? В Варлоку летят... Летит тапочек для Мэйб... А, что? А, это для Мэйби, простите. Это для Мэйби Варлок летит. У меня вот эта табличка от Инвидия вылезла. И там не видно, для кого точно летит. Очень больно сейчас Шадоу, кстати, от Яда. Который настакал у нас Сен Кинг. Ну а Айсайз перетягивается в очередной раз в сторону топа. Рядышком есть уже Вай. И можно выходить, если что, и цеплять у нас Олт Элевена. Нужно быть поаккуратнее с Инкингу. Есть у него, конечно, Броустрайк. Пока что прокачал двоечку к Каусте к финале. Бежит у нас Айсайз. Зарядил уже Тотем. Но дальше агрессии не будет. Так, в миде. Вышел у нас МДЖ. Ну, врываться на Блинка такая себе идея. Тем более у него же Сифон двоечку имеет ЦАП. Так что... Можем, по идее, выживать. Хотя прокасту очень много. Очень больно прокасту Лины. Фармит у нас Олт Элевен Лиса пока что. Вылазка от Фейт Бьяна. За баунти руны забирает чужую. Отлично. Ну и на топе начинается пуш уже, я так понимаю, да? Что там под Медведем? Мишка пока что без корней. Можно немножко Тауар подгрызть. Там в спину заходит у нас Кристалка. И проблема у Левена. У Левена проблема. Он мансит, конечно. Есть у него Броустрайк. Если что, выкопается. А вот на развороте Шадоу бы подкопать по Тауарам опасно! Шадоу выживает, боже, на целых 20 хп. На целых, хотел сказать. На 20 хп уже тут. И вот байтит Шадоу на себя сейчас жестко. Олт Элевен поднимает, что можно, можно, конечно, пойти на пофиге вкопаться. Но слишком опасно. Там вся команда есть рядом. И такой себе Шадоу не боится. Показывает, что на мужика чисто танкует. Лоу ХПшный бегает. Да. Такое. Ладно, счет 1-1. Ну, 5 минут минуло. Давайте переключаться уже потихонечку на Нетворца. Смотреть, кто как фармит. Мы видим, что две лидирующие позиции занимают у нас игроки команды LGD. Ама фармит хорошо на тролле. Также неплохо фармит в миде у нас товарищ Мэйби. Ну, и также немножко, ну, относительно немножко проседает у нас Лонд Руид на пару с Дэш Профит. Не сильно много, но все же. Так, здесь у нас Фейт Бьян. Забирает от крипов у нас Ама. Неплохо. Но Фейт Бьян хотя бы Экспу пытается получить уже хорошо. Тем временем Ама получает 5-й левел уже. Прокачал себе в двоечку топоры, в двоечку пассивку, в единичку. Вот крутящиеся топоры. Я не помню, как по-английски правильно произносится, так что... Сорян. Так, проблема у Айсайса. Да, Айсайс, похоже, приехал. Хотя, фиссурингой можно было бы откинуться. Подходит сюда от Old Eleven, но, к сожалению, землетряс погибает. И это второй фраг в копилку команды LGD. Хорошая перетяжечка от Мэйби. Так, там в мид, возможно, сейчас будет выход от команды Винкс, потому что идет уже ЦМ. Он прилетел сюда также на землетряс после таверны. Но Варлок уходит в сторону топа. Погоня за Курьером, я так понимаю, да, но Курьер оказался быстрее. Быстрее у нас ЦМки. ЦМка не догонит, к сожалению. Никак. Втроем также сюда перетягивается LGD. Возможно, драка сейчас будет за Т1. Давайте смотреть. В спину, ну, такое. Вкатывается на Блинка. Летит сюда уже у нас. Не вижу кто, к сожалению. Летит на Солт-11. Он хорошо копает двоих. Проблема у Блинка. Лагуна Блэйд в лицо. До свидания, также Кристалка. Это минус 2 хорошая от LGD. Еще становится 4-1 в их пользу. Шикарно. Хорошо перетянулись. Лагуна Блэйд. Как-то мне сказали, в оригинальном сериале назывался ультимативный спелл у Лины Инверс Рагноблэйд, по-моему, да? Темное лезвие, что-то типа того. Ну, здесь немножко поменяли. Центральную башню силы тьмы атакуют. Ну что, недолго до ума LGD начинает выходить сразу сейчас на Т1 на боте. В принципе, готовы дефаться. Если что, у нас даже команда Винкс. Но вот вдвоем, наверное, маловато. Здесь нужно кто-то еще. Хотя, учитывая, что один тролль бьет, он будет до потери пульса ломать этот Тауэр, если честно. Так. Шарды полетели. Отрезали тролля неплохо на развороте. Очень больно Ама. Есть у него фласка, если что. Плюс 4 заряда еще в рейндропах имеется. Так что более-менее себя чувствует. Как там дела у Шадоу? У Шадоу все хорошо. Шадоу фармит себе Мидас. У Шадоу уже корни есть. И теперь лишний раз с Олт и Левну лучше не подставляться. Потому что если корни прокают, мы знаем, что происходит. Правильно, ты теряешь половину лица, как правило. А если еще и помогает команда, то, как правило, ты теряешь все лицо. Спрятался пока что Олт и Левну. Неплохую позицию занял. Получает экспу. Есть у него, кстати, уже почти 8-й левел. Вот он получил. Прокачал эпицентр. 4 броу-страйк. В сторону топа перетягивается команда ЛГД. Мэйби на пару с МДжи Вайамс. В маках отправляются в атаку. Сейчас, возможно, будет врыв. Давайте посмотрим. Шадоу! Шадоу, за тобой выехали. Но! Впервые находит Айс-Айс-Айс. Ну, Айс-Айс-Айс, простите. Просто так. Без Лагуна Блэйда его даже забирают. Ну и теперь нужно бежать отсюда Шадоу, к нему уже на перехват Тут команда бежит Лагуна Блэй, тычки не хватает Но Рор-то А, Рора нет, лол, фу, простите Ну, как-то так Умирает в итоге у нас еще и Шадоу, я думал, что не у Рор есть Мог бы он, кстати, если был бы Рор Мишкой прогнать хотя бы Мэйби в сторону, но увы и ах Не вышло, это 6-1 6-1 для команды LGD Gaming Перетягивается Олт-11 на бот Подкопали неплохо у нас Фейт Бьяна Подрубается экзорцизм на развороте Фейт Бьян готов драться, больно Олт-11 Отступает, пока что команда LGD Тролль вообще фармит лес, если что Купил себе Морбит Маску Мидас появляется наконец-то у Шадоу Ну не самый быстрый Мидас, будем честны Все-таки он стоял в легкой, вроде бы как Да у него и по надворцам все печально Но все же хотя бы уже есть Уже плюс Ну что, будет ли пуш от команды LGD? Давайте пока что глянем графики Мы видим, что 4000 преимущества За командой LGD по голде Чуть больше 4 уже по XP Преимущества также за ними Подкопали в очередной раз Фейт Бьяна Фейт Бьян, шарды полетели Есть карапасы, вкатываются големы сверху Все вкастоваливает у бедного жука И нюкс погибает Прилетел сюда лон друид Шадоу, один опасно Подкапывает Олт-11 Его Шадоу очень битый Бежит за ним голем И Шадоу может погибнуть Погибает Шадоу погибает Где-то еще у нас и Эрф Шекер Ее тут Лина, похоже, нашла на топе Это уже 3 фрага На разных точках, правда, карты Но все же 9-1 Становится счет в пользу Команды LGD Ну вот, чувствуется сразу разница Когда играют игроки На своих любимых героях Еще подставляется ЦМ-ка Просто на ровном месте Даблкил оформляет Мэйби Да, все-таки это не ПАК Все-таки это Лина И на Лине можно убивать Действительно так оно и есть Мэйби на нем Хотя, ну, там, опять же ПАКа законтрил Сайленсер Будем честны Все-таки под Глобал Постоянно забирали в прошлой карте Но в любом случае LGD в этой карте Смотрится пока хорошо Выход от LGD на Т1 Начинают разминать АМэ на пару с Мэйби Подходит сюда Блинг Нужно быть поаккуратнее Где у нас Сэнкинг? Сэнкинг пока что на боте Так, Фиссура пошла Больно АМэ АМэ нужно отступить АМэ, мы видим, далее Будет фармить себе сразу Сия Без всяких там Владмирсов и так далее Задинают сейчас Т1 У нас команда Винкс Ну и счет 10-1 10-1 11-ая минута Преимущество за командой LGD Продолжает расти Уже практически 6000 по Галде 6000 по ХП Фармит АМэ Фармит вся команда LGD Арканцы появляются у нас у Варлока МГУА тоже арканцы сверху Есть стики обычные Что там у Олд Элевена? У Элевена остается буквально 200 голды До покупки Блинкдагера И тогда начнется у нас уже Конвейер, наверное, от команды LGD Нужно будет врываться только до этого замечательного артефакта Там у Шадоу работает пока что Мидасик Шадоу пока что только Мидас Голл и все Тапок имеет в одном Мидас в другом В одном, в смысле, в одном медведе В другом Мидас Так что такое Что у Фейтбьяна? У Фейтбьяна пока что тоже все печально Имеются арканцы Пурмэдшилд Ну и на этом все Ну и Блинк Блинк себе фармит Худ, я так понимаю, будет выфармливать Ну тоже такое Такой себе артефакт Ладно Подрубается ночь Вторая уже в этой игре В смысле подрубается По таймингу имеется ввиду Конечно же Ну и на Т1 выходит у нас Ама На пару с МГВА Но МГВА будет на подсеве, наверное Ама с Олд будет забирать Тауэр Тауэр дефать никто не собирается с командой Винкс Потому что, возможно, сейчас будет драка на боте Здесь подходит Айс Айс Уже Фейтбьян бежит в Виндете Готовы врываться, если что-нибудь в кого Но на развороте через 8 секунд Готовы врываться также и LGD Потому что у них уже будет голем И также есть Нет, есть блин, конечно, у Олд Элевена Но ему бы донести его К сожалению, нет возможности Ну что, будет заходить по Тауэр у нас команда Винкс или нет? Очень опасная ситуация Очень опасная ситуация Также для Фейтбьяна Фейтбьян, нам нужно быть аккуратнее Ему убегать отсюда Вижн Вижн прекрасно видит, что есть опс Снимают На топе параллельно падает Тауэр Все-таки Ама оселил И сейчас будет выходить, возможно, на Т2 также В итоге тратит время пока что Винкс Своими выходами и ожиданиями Разбивает смоки Перетягивается в сторону МИДа Да, в сторону МИДа, похоже Возможно, пойдет даже в сторону ТОПа Тут у нас, кстати, облуплено все Сентрями, заметьте, как Бермудский треугольник прям, знаете Иллюминат, я даже сейчас нарисую Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Вот так вот Просто От команды Винкс Здравствуйте Бермудский треугольник нарисовали Но в итоге сейчас упадет У Винкс Т1 Ну, мэйби Да, мэйби забирает Так, здесь кого-то нашли Нашли Ама Лома проблемки МПЛ Еще и ХСЛМ сверху Похоронный Эпицентр Вкастовывает Олд Элевен Очень больно у нас Фейт Бьяну Но Фейт Бьян пока что выживает На развороте Продолжается погоня за Олд Элевен У Сен Кинга проблемы огромные У него Блинк откачет через 2-1 На развороте Големы хорошие Залетают от Яо Но нет урона туда никакого К сожалению Яо подставляется тоже Все еще действует экзорцизм Погибает Варлок Можно еще Голема забрать Голема надо бы отвезти Не нужно им фидить лишний раз Но в итоге команда Винкс Сделает минус 2 безответный А как хорошо вроде бы Вкопался Олд Элевен Если бы по таймингу Подошел туда Яо Вкастовал своих Големчиков То скорее всего бы Забрали и троих на развороте Блудстоун появляется у Лины У, конечно же, товарища Мэйби Плюс талант Мы знаем прекрасно Вкупе с талантом на минус рез Будет быстро резаться Даже несмотря на то, что там Казалось бы Зарядов будет Блудстоун не так много Но все же Ну, конечно, не хотелось бы Размениваться Лишний раз для Мэйби Нужно, чтобы наоборот Заряды росли Ну и что мы имеем по графикам После последних разменов Немножко отыграли На свинг свою пользу Но не так много, как хотелось бы Там в районе 2000 по Галде и по ХП Возможно, будет проблема у Шадоу Да, у Шадоу проблемы Шадоу Лагуна Блайд, до свидания Шадоу умирает Умирает в очередной раз И до сих пор нет Северч Рора До сих пор нет Северч Рора, ребята Как-то так Так, подкопали еще и здесь Ой, Вая Сэмка тоже в таверну Ну, что-то как-то Фиддить начинает у нас Винкс Я не знаю Может, это фэрплей такой Это прям мне напоминает Прошлую игру зеркальную Знаете, если в прошлой игре Такие вещи делали у нас LGD То сейчас делают команда Винкс Возможно, это просто Равные команды, конечно же Но все же Как-то все странно, если честно Ты видишь, что забрали Твоего Кора сейчас на лайне Ты просто идешь в лес Я понимаю, что да Вроде бы есть даже Вижен Но все же Вижен, причем от команды Винкс Если что Вижен есть с интряками И все Ну, то есть ты идешь В слепую, по сути И умираешь А в это время Амэ Пошел бить Рошан У Амэ есть уже Яш на руках Скоро появится Сия Рошан падает Рошана дефать никто не будет Понятное дело Из команды Винкс Мэйби уже имеет 8800 Нетворса У Мэйби уже 2000 на руках Фэбьян Ну, тоже пока не очень в этой игре Хотя 1700 на руках Скоро появится Блинк Что, Рошан пал Практически сейчас упадет Кому Тролео дадут Я бы, наверное, Мэйби отдал Но дает все Тролео Амэ забирает себе Гид Бессмертия И отправляется дальше Хармить Летит уже готовая Сия Пойдет Да Готовая Сия Плюс Рецепт на Трвела для Мэйби Ну и по миду Сразу в атаку Отправляется команда LGD Gaming Рядышком находится Кристалка Одна Что-то А Башню забрали у нас Команда Винкс Т1 Я думал Т1 уже пала Давно на самом деле Сейчас обратил внимание Что забрали Ну а в свою очередь Команда LGD Забирает Т2 по миду Не успевает Задефать Тауэр Никак у нас команда Винкс Экзорцизм Скоро закончится И Как дальше драться Непонятно Есть еще один внешний Тауэр Конечно У Винкс Гейминг Который заберут Рано или поздно Хотя в спину Заходит Фейт Биан Шекер Без блинка К сожалению Ой-ой-ой Элевен Подкопали у нас Фейт Биана Фейт Биана стерли Фиссурина Вроде бы неплохая Проблемы у Сэн Кинга Могут быть Но Эхо Слэм Все вкастовали В Элд Элевена Големы пошли по двоим Ну вот Наконец-то Есть Сэвэдж Рор За счет этого Выживает на Шадоу Айсайз Здесь один Остался Отрезан от команды Скорее всего Погибнет Конечно же Да Айсайза Тоже отправляют в таверну Это минус 2 Я не знаю Насколько было оправданно Кастовать все В Элд Элевен Сэн Кинга Сэн Кинг очень плотный 1200 хп Пробить его Оказалось очень сложно В итоге очередной Минус 2 От команды ЛГД Гейминг Никого не потеряли Тут у нас Отрезали Сэмку Сифон пошел На развороте Забирает ЛТВ Воно вкатывается У нас товарищ Туск Варлз Панч Фэйт Бьян Лагуна Блэйд Живет Но недолго погибает В итоге Фэйт Бьян Продолжается драка Застанили у нас Блинка Блинку очень больно Блинку нужно быть аккуратнее Бегать Шадоу Во второй форме своей Но тут также есть Голем Банды накинули Вроде бы неплохие Очередные шарды Но в принципе Больше нечем уже Откидываться команде ЛГД Единственный Наносящий урон В принципе так уже Много сделали Тролли отступают В итоге так же Продолжает фармить У тролля скоро появится БКБ Забирает стаки Древних хрипов Еще а мы здесь Есть у них Если что здесь Апсевич Который все это дело Показывает Ну и мы видим Что Юл скоро появится У Блинка уже У Айсайса Тысяча на руках Очень нужен Блинк Безусловно Также для Шейкера Потому что без этого Замечательного артефакта Врываться будет Слишком сложно Мы видели прекрасно Как трудно дойти на ноге Чтобы дать свой прокаст Что там у Мэйби У Мэйби Также БКБ Сверху скоро появится Уже 17 зарядов Блудстоуни Мама дорогая Как это много Блинк появляется уже У МДжа У Ая Также сверху Что там по артефактам Ой-ой-ой Амы соло Врываются на Блинка У Блинка проблемы Блинк скорее Башек Ну Башек же Ну Башек Ну наконец-то Башек Да Все отлично Минус Блинк С какого С седьмого или с восьмого раза Наконец-то Баш прокнул И это минус Блинк Хорошо хоть Экзорцизм не потратил Ладно В итоге умирает У нас профетка Соло фраг Делает амы Что там дальше По артефактам Мне интересует Шадоу Шадоу будет играть Через Радианс Это старый Олдскульный медведь Все-таки Без вот этого Всяких там Пик И так далее С пылу с жаром С пылу с жаром Что у кристалки У кристалки тоже ничего нет К сожалению У нее все печально В плане нотворцев Ну это же кристалка Будем честны Также все плохо Пока что и фейт бьяна Но хотя бы Блинк уже есть Можно будет Если что Как-то ворваться Контр-иницировать И так далее Так в смоках Выходка от команды От команды LGD Конечно выходка Выход Выход на Т2 Будет по боту Выход будет на Т2 По боту И гид до бессмертия Скоро по идее пропадет Надо бы идти Реализовывать по хорошему Было бы хорошо Ну и давайте смотреть Возможно кто-то сейчас поставится Что по вардам Кстати нужно что-то Воткнуть сюда Да Нет Сентряк только есть Я псов не вижу Правда От серверов Тут вот только есть Один здесь Мэйви пока что Расстреливает просто Т2 А мы Ну есть и гиды Напоминаю все еще Начинает ломать Т2 Т2 падает очень быстро Забирает в итоге Тауэр тебе LG Gaming Это последний внешний Тауэр у команды Винкс И Винкс теперь Зажатый на базе Теперь у Винкс Все печально Давайте посмотрим Графики сейчас Да и графики Нам об этом говорят Что почти 13 Да до 13 уже Скоро 14 тысяч Будет по голде Преимущество за командой Конечно же LG Gaming 10 тысяч По голде Также преимущество За ними же ДДшка Есть у Лины Боже Как все хорошо складывается Готов врываться У нас ЛТ-11 Подкопали у нас Аммы Аммы Блинка точнее Блинка моментально стирают Блинк в таверну Монстр килл уже От Мэйби Рошан появится Очередной Напишу таймер Через 6 минут Это означает Что гида Бессмертия пропала Для Аммы Но Аммы готов уже Поменять слот На БКБ Рэдденс Появляется у Шадоу Давайте смотреть Возможно с покупкой Этого артефакта Что-то изменится Для команды Винкс В этом противостоянии Все-таки Рэдденс Это приятная вещь Можно просто бегать Выжигать Тем более Мишка 2700 хп имеет Которого призывают Довольно-таки Сильный персонаж Посмотрим Возможно повезет И как-то Все-таки Удастся Удачно разменяться Кстати Фэйт Бьян Видит Олд Элевена Олд Элевен Фэйт Бьяна не видит Что-то наказать бы За эту наглость Но страшно Страшно Вот теперь У нас увидит Сейчас Хотел сказать Увидит Но это варды Конечно же От команды Винкс К сожалению Не увидит Никак Есть у нас Сентраки Вот здесь у нас Если что На всякий случай На Никса Но в итоге Олд Элевен Уходит 22 минуты Минуло Все этого раза Обрали нас ЛГД Так У Амы Скоро будет Блинка Далее Собираться У ЛГД Яу Есть Мидас Это хорошо Аганим Себе собирает У нас Олд Элевен Тоже прекрасный артефакт Появился БКБ Уже у нас Берет Плэйт Мэйл Дальше будет Шевос Гвард И Аганим Также для Мэйби Ну что Очередной Выход В смоках Сейчас очередной Будет для Команды ЛГД Но там Также смоки Разбиваются От команды Винкс Давайте посмотрим Побежал Фейт Биан Тут есть Интрики На самом то деле Но там Нет вижена Для команды ЛГД Побежал Фейт Биан Бежит 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 Куда он Бежит Бежит Полным составом Они уже готовы Заходить на Хайграунд Если что И нужно Дефаться Дефаться Надо бежать Команде Винкс Глиф у них Конечно же Есть Если что Но все же Пока что Они об этом Не знают В смысле Не знают о том Что Команды ЛГД Где-то Не о том Что Есть Глиф То что Есть Глиф Они конечно Знают Шрайны Юзаются Раньше Времени Преждевременные Еще Один Заю Что Ты Делаешь Вайсайз Зачем Чтобы Ребята Испугались Из ЛГД Отступили Похоже Это Сработало В итоге Побоялись Заходить Пока что На ХГ У нас Парни Из команды ЛГД Гейминг Решили Еще Дофармить Ну В принципе Почему бы и нет Можно себе позволить Когда у вас Такое преимущество И когда Оппонент Зажат на базе В принципе Можно фармить Продолжать Еще укреплять Ну Уже 15 тысяч Это уже Много По голде По экспей Я не знаю Чего бояться На самом деле Команды ЛГД Гейминг Учитывая Какие у них Хорошие комбо Вомбы Вот Помигали На Блинка У Блинка Проблема Блинк Приехал Копали Тролль ДКБ Сюда Не блинк Экзорцизм Потрачен Еще был Теперь точно Не будет Профетки И она Без экзорцизма Если что Не знаю Зачем было Тратить Экзорцизм На самом деле Можно было бы Просто отдаться Ты понимал Что ты умрешь А кулдаун Все таки Приличный 125 секунд Ждать И Ну хотя ЛГД не торопится Оно наверное И верно Как я сказал Да Закрутил Оно наверное И верно Это из разряда Говорю Говори 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 Кому Говорю Говори Типа того Ну что Продолжают Фармить у нас Игроки Из команды Винкс Гейминг Ама наконец-то Себе приобретает Бринг Мека Скоро появится Яо Смок атака От команды Винкс Давайте посмотрим Возможно Увечается успехом А возможно и нет В спину заходит Неплохо Но Фейт Бьян Поверни ты туда Куда нужно Дружище Все правильно Видит Яо Прекрасно Что это было Что это было Я спрашиваю вас Подкопали Яо БКБшку Прожимает у нас Мэби Эхо слэм Эх Эпицентр Тоже туда Моментально Стирают у нас Никса Стирают Также у нас Сверху и Шейкера Драка продолжается Забирают у нас Также Тузко Тузко забирают Нас Варлока Два Байбэк От команды Винкс Это уже Можно считать Что минус 5 Сделали Все еще Жив Мэби Забирают у нас Сенкинга Забирают Варлока Забирают Тузко Продолжается Погоня за Амэ Амэ без БКБ Мансит Блинк Блинк Откатится Через 3-2 Не откатится Уже Блинк Начинает И убить Пошел Фротбайт Умирает Амэ Нужно теперь Бежать Отсюда Мэби Три Байбэка Было От команды Винкс Если не ошибаюсь Нет Два Байбэка Три фрага Получается Это уже Минус 5 Но забрали Троих на развороте Ну четверых Забрали Окей Ну Да Учитывая то Что по опту Они выиграли По голде В принципе Даже байбэки Окупились Учитывая разницу На творцах Единственный Минус Что они забрали Конечно же Мэби Мэби вовремя Там прожал БКБшку И выжил За счет этого Сейчас обновятся графики Глянем сколько отыграли По идее Знаете на общем плане Не особо Смотрится Что что-то изменилось В принципе Все еще плохо Все для команды Винкс Следующий Рошан Появится вот-вот Буквально через пару секунд Его нужно будет забирать Понятное дело Ну и сейчас Скорее всего Придет сюда Тролль Варлорд После таверны И будет забирать Этого камнеголову Да Вот он стоит Уже его Сейчас можно Отправляться забирать Но также готовы драться Из-за этого Рошана По идее Команда Винкс Эхо слэма Правда нет Новый год Имеется Экзорцизм Имеется Ну и пока Вдвоем здесь находится Лжеде на самом деле Так Сэмкинг Айсайз Алт-элевен Кто кого Кто кого Подрубать Утимейт От роллят Рошан начинает падать Очень быстро Тролль уже здесь Ама скорее всего Уже берет Да Слот уже освободил Все Рошан упал Можно идти драться Можно идти драться И Алт-элевен Тут неплохо Размяли на самом деле Алт-элевен Подкапывает двоих Варлес панч Сразу пошел сноубол А вот и Мэйби Эпицентр от Алт-элевена Проблемы огромные Также сейчас будут И у Фэйт Бьяна Минус 2 оформляют На ровном месте Лжеде Отлично сыграно Можно идти дальше Перемещается на мид Пока что Мэйби Будет сплитпушить Сразу две стороны Я так понимаю У нас команда Лжедегейминг Еще становится 23 на 8 Хотел сказать Так Ну что По какой стороне Отправитесь парни Мэйби У Мэйби Шива с Гвард У Мэйби Уже 1400 на руках Скоро появится Агоним Заходит Амэ Подрубается ульта Глиф А Глиф поражат Только что Вот был от команды Минкс Медведи Сейчас продадут Рор Неплохо Мишка пока что танкует Вкатывается у нас Туск Туск далековато Подкоп Варлес панч Промалился фон Неплохой на развороте Джей Уай Погибает Вот так вот На ровном месте Жадность как говорится Фрая разгубила Так оно и есть Прыгнул Астуск И погиб за этого Мишку которого хотел забрать На шару Ну и пока что Отступает у нас Команда Лжедег Каким-то чудом Винкс умудряются Дефать свой хайграунд Но с другой стороны Сложно заходить Против Фиссур Там импейлов Против Мишки Который бегает Горит Подрубится Также у нас Какой-нибудь Экзорцизм От того же Блинка И тогда да Тогда против этого Всего драться Непонятно как Так шрам потратили Что там у Аммы У Аммы Выход в скаде Потенциальный Но до скаде Еще пофармить надо будет В смоках Вылазка от команды Винкс ответная Давайте посмотрим Найдут ли они Кого-нибудь Далековато находятся Остальные игроки Команды Лжедеги Так что скорее всего Вряд ли Так на развороте Я так понимаю Лжедеги сейчас будут Бить смоки Или нет Или да Или нет Но это не точно Хотя вот Я вижу Агоним Появляется ЛТ-11 А теперь Вот с тако Что это? Что-то не так много Как хотелось бы Ладно Порезали что немножко Я так понимаю Агонимчик Раньше там За экран уходил Ну да ладно Или это мне кажется Просто Да не Все равно Нафига Все равно Огромный радиус Подкопа Или просто Я так давно Не видел агоним На Снекинге Как вариант Так Здесь скан Неплохой на Мэйби Мэйби прекрасно видит Подходит сюда Фейдьян Мэйби Сбивает телепортацию Выход на него Хватит ли урона Эхо слэм Да Эхо слэм Мэйби Живет Пока что живет Стики БКБ на развороте Лагуна Блэйд Айсайс минус Отлично Там попутно На миде Забирают у нас Товарища Длинка Подкопали мишку Пошли шарды Очередные мишки Больно Рор юзает у нас Медведь Но это минус 2 Правда на разных сторонах Но все же Байбэк делает Блинк Понимает что нужно Как-то деф Но я не знаю Мне кажется Преждевременный байбэк Потому что вроде бы Как команда LGD гейминг Даже не собирается Сейчас заходить Хотя тут у нас Мэйби Сейчас прилетит на травелах Через 7 секунд Настакивает пассивку На базе пока что И тогда начнутся проблемы Эпицентра нет Единственное что Големы есть Големы есть Пока что отступает Не торопится Заканчивать А тем временем У нас уже 20 тысяч По голде Преимущество За командой LGD гейминг И 20 тысяч По XP Преимущество Так Меди драка Врыв Неплохой на блинка Блинк умирает После байбэка У профетки Байбэка не будет Ее не будет 70 секунд Покатился туск Туск по-моему Это Нет Не конечная Хорошо что есть блинк Подкопали мишку В очередной раз Расстреливают его Мишка минус Еще 300 голды на халяву Призывает сразу Нового у нас Шадоу И команда LGD Готова заходить на ХГ Готова Все еще есть Гида Все еще есть Гида бессмертия У Амы Амы БКБ прожимает Заходит Медведя убивают Второй раз Еще 300 голды Сэн Кинг Пока что больно Подрубается ульта Тролля Т3 упал Падает первый барак 40 секунд Все еще не будет Напоминаю У нас профетки Минус первый барак Моментально Перетягиваются На второй Ничего не может Сделать команда Бенц Ничегошеньки Олт 11 Замансил Забирают нас Мит В итоге у нас команда LGD Gaming На топе Амы Получает фиссуру Колбу МПЛ в лицо Моноберн Сейчас так выбьют Аегис Да уж разменивал бы Зачем ты уходил Он и так пропадет Сейчас Так Врыв Ворлспанч Проблема Фэйт Бьяна Фэйт Бьян Может погибать Големы сверху По троим Неплохи Эхо слэм На развороте От Айсайса Но Айсайс Баш Получает в лицо И погибает Боже ж мой Прыгает просто Амы Погоня за Шадоу Шадоу Ричитер Южи Чрайны Пытается жить Но тут не уйти Уже для Шадоу Шадоу Тоже погибает И это Гуд гейм Валплейд Счет в данной встрече Становится 1-1 Неплохо сыграно Неплохо сыграно От команды LGD Gaming Поздравляем Их с победой Вот так заканчивается Противостояние Данной серии В которой Напоминаю Происходило в формате Best of 2 И так Это еще не все Впереди нас ждет Следующий матч Это будет у нас Сейчас я скажу Это будет Yehome King Против команды LGD Forever Young Так что Никуда не